Вот и отцвели наши аленькие цветочки. Июль – время отцветания пионов. В этот период необходимо убрать как с листьев, так и с земли все облетевшие лепестки. Они являются источником грибковых и бактериальных инфекций. Срезать все цветоносы с семенными коробочками, чтобы питательные вещества шли в корневище и образование ростовых цветочных почек возобновления, из которых на следующий год разовьются новые цветоносы. Куст с листьями ни в коем случае не обрезать до середины октября, поскольку процессы фотосинтеза и накопления полезных веществ осуществляется именно в надземной части. Именно зеленая масса – источник накопления микро- и макроэлементов. Регулярно поливаем кусты до трех ведер воды один-два раза в неделю. Вносим подкормки, как минеральные, так и органические. Очень важно сейчас внести калий, сернокислый и двойной суперфосфат по 25-30 грамм под куст. Перегной, мульчируем скошенной травой, проводим профилактическую обработку растений от болезней. При заражении грибковыми заболеваниями, например, ржавчиной, обрабатываем коллоидной серой, обигопиком, тавиджетом, топазом, прогнозом, хлорокисью меди, оксихомом, медным раствором. Обработку проводим один раз в 2-3 недели. При корневой серой гнили нам придется выкопать куст, обрезать гниль с корней и обработать фунтазолом или максимумом. При пятнистости, грибковом заболевании можно использовать гомоир, бордовскую жидкость, также препаратами с сенной палочки от патогенов грибов и бактерий, бактоген, гомоир, алирин, бактофин. Можно использовать фитоспорин. Надо сказать, что пионы обильно цветут на солнце. Любят воду, но не замокание корневой системы. Плодородная почва – это основа интенсивности и продолжительности цветения, полноценного развития куста. Пионы – это долгожители в наших садах. И замечательно будет, если будем вносить древесную золу, перепревший навоз, перегной. Для улучшения структуры почвы можно использовать доломитовую муку, костную муку, борную кислоту. Из минеральных удобрений можно внести удобрения компании Гринволд, Экостайл, Этииса, также всем известный Робин Грин для пионов, Флоровит, Бонафорте, Фертика, Вита, Флор, Пион, всем известные Сульфат Калия, Кемира, Комби, Буйские удобрения, Агрикола. Если куст очень раскидист и разваливается, можно подрезать листья, но оставить не меньше пяти. Поскольку пион – долгожитель, при планировке сада заранее рассчитайте взрослые размеры пиона. Сажайте акцентами или массивом, но так, чтобы они не мешали другим растениям впоследствии. Ну а пока будем ждать нового лета и нового цветения аленького цветочка.